Приветствую всех, дамы и господа! Итак, сегодня я начну с обзора нового патча 9.2, который вчера установился на Hearthstone. Значит, в этом патче у нас довольно много изменений. Ну, такие. Многие изменения, конечно, относительно незаметные, но всё равно. Значит, ну, первая из такого. Действительно, что сразу будет видно. О, мне прямо не терпится начать! Вот, новый наш герой будет для чернокнижника. Девочка, которая сидит на трясинном ползуне. Да, если кто вдруг ещё не обратил внимания, то на пятёрке, или же на семёрке. Вот. Видите, эта девочка? Вот это она. Что такое, конечно, для любителей лора, это... Мне прямо не терпится начать! Практически плевок в лицо, но да ладно. Но да ладно. Значит, получить её можно, посетив мероприятие Fireside Gathering. То есть, какие-то Hearthstone Cafe, где проводят какие-то соревнования, ну, или просто сидят люди, объединённые одной сетью, и играют. Вот. Есть, конечно, варианты обойти этот, значит, никуда не ходить. Дома, через компьютер. Это вы можете... Такой способ найти у меня, значит, в группе ВКонтакте, либо просто хорошенечко погуглить. Там это всё связано с сменой GPS, IP, ну, и что-то такое. Я пока подробности не вдавался, в любом случае, пока ещё её получить нельзя. Ещё один день, потому что только она при потасовке будет даваться. Вы должны, опять же, такой момент, да, что если вы пришли на мероприятие в Hearthstone Cafe, вы должны сыграть потасовку с человеком оттуда. Вот тогда вам её дадут, а не просто какую-то игру. И, соответственно, пока ещё потасовки нету, и, соответственно, её нельзя получить. Вот. 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 Значит. Далее, какие у нас изменения? Следующие изменения у нас ещё, кстати, кстати. Кстати, кстати. Привет, Аск. Я понимаю, чего ты такой самодовольный, но об этом позже. И это всё ещё можно распылить. Но это ладно, это не так важно. Значит, большое количество... А, ну, значит, опять же, механики немножечко поменяли. Особенно это касается Валд Пиромансера. Но об этом я тоже не буду особо много сейчас говорить. Это также есть в группе в моей ВКонтакте. На это пост на стене, где всё рассказывается. Очень там много каких-то фиксов сделали, которые, на самом деле, не очень легко найти. Но вот у Тоста я, например, нашёл, да, что, например, Шадоу Форма, если ты её на Андуина делаешь, да, то есть сначала сделаешь его, а потом будешь накладывать Шадоу Форму, то Шадоу Форма не сделает сразу три урона. Она так и сменится на две единицы. Сталдорамам много разных. Ну, в общем, такие, знаете, мелкие моменты, о которых... Очень много моментов, которые очень-очень редко вы можете увидеть. Но... Но их вот пофиксили. То есть, например, такую комбинацию я вот только из прочтений узнал, что это вот так вот работало. Что, например, карта Келтузет... Уж не буду её искать. Работа... Вот выходит Келтузет, воскрешает новую тройку, которая работает с активацией в конце. 1.5. Где же она, где же она? Где же она, где же она? Вот, 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 вот это вот. Если Келтузет воскрешал вот эту карту, то после этого срабатывала автоматом обилка Келтузет. Ну, то есть это нормально, что при вот этой карте на столе обилка Келтузет срабатывает два раза, но не в тот момент, когда Келтузет воскрешает Дракари. Вот, вот такие вот моменты, говорю, опять же, супер-супер редкие. Нас это, в принципе, не так сильно интересует, потому что никто всё равно их, ну, как бы, не очень-то и в них разбирается. Даже, в принципе, я, я уже... Если раньше, там, грубо говоря, год тому назад я мог как-то хорошо разбираться в механиках игры, то сейчас такое количество изменений было сделано, что многие вещи, которые на моей памяти вроде бы должны так работать, а как они сейчас работают, я хрен знает. Ну, да ладно, значит. Перейдём к арене. На арене у нас есть изменения в, значит, процентном соотношении белых эпиков и синих карт, и легендарных, там что-то тоже изменили, но там такое. На, грубо говоря, процент 2, и это не имеет большого значения, об этом тоже не особо будем говорить. Конечно же, всем самое хайповое, что все вроде как супер радует, коварного птенца теперь на арене не будет. Ну, как бы, лично для меня, мне наплевать на него уже давно-давно. Я его и не знаю. Я забыл, когда у меня выигрывали коварным птенцом. Прошли, по-моему, те времена уже. Вот. И ещё очень важный момент, что теперь на арене при драфте, но это мы сегодня увидим, первые два пика не будут синергичными. На синергию их не будет. Что, ну, опять же, я уже в своём видео говорил, кому это хорошо, кому это плохо. Ещё момент. Это уже о будущем. Самое такое важное, что... Нас ждёт хэллоуинский ивент. Будет он с... 24 октября до 6 ноября. Сразу же очень важный момент, что если у вас вдруг останется арена, незаконченная к 24 октября, если вы её будете играть и не доиграете, то она у вас автоматически скинется. Ну, то есть, то же самое, как если вы отступите. То есть, вам дадут награду за то количество побед, какое у вас сейчас есть. Так что, обязательно доиграйте. Все ваши арены. Ну и, значит, что касается моего ивента. Во-первых, ивент, как я уже сказал, будет 2 недели. В... Значит, когда вы входите в игру в период с 24 октября по 30 октября, вам дают один бесплатный пак древних богов и арена билет бесплатный. То же самое и с 31 октября по 5 ноября. Но пак единственное, что вам дадут рыцари ледяного трона. Вот. И очень интересный момент, то, что вообще арена будет изменена в процессе вот этого ивента. Она будет немножечко напоминать нам потасовку. О, есть такая у нас потасовка, которая дуал-класс. То есть, у вас собираются колоды из случайных карт, значит, из двух классов состоящих. То есть, вы выбираете класс, а потом выбираете одного из трех, кого же вам выбрать. Так вот, арена будет немножечко похожая. Только вы изначально выбираете класс, а потом вы выбираете способность. И после этого вы собираете колоду из... состоящую из класс... из классовых карт. из двух этих самых классов, да, портрет, которого вы взяли, и способность, которого вы взяли. Ну, и плюс нейтральный, как обычно. И, собственно, очень много интересных, конечно, может быть, комбинаций. На самом деле, это меня немножечко даже расстроило, потому что я планировал поиграть в иную игру в это время. Но это обещает быть очень интересным, и, конечно же, мне хочется попробовать. Взять какого-нибудь, например, охотника, охотника, и взять ему способность друида, например, да, и, то есть, собирать синергию между зверями друида и зверями охотника, да, мы же все там хорошо знаем. Вот такую, например, карту друида. Как она на какого-нибудь... Вот эту карту охотника выложится. Это, конечно, будет все очень интересно. Ну, или вообще много можно разных комбинаций найти. Там паладин, например, и жрец. У паладина есть вот такая вот карта. У жреца есть, как минимум, способность, не говоря уже там о... Вот там вот этой карте. Ну, много, да, у жреца вообще лечения. Или наоборот. У жреца есть аукинайская жреца. Аукинайская жреца. А у паладина есть карта за нолик. Тоже такая комбо интересная. Там или, я не знаю, ну, много можно интересных, на самом деле, комбинаций взять. Маг плюс шаман, например. И синергия на элементалях. Будет интересная. Хантер плюс разбойник. И очень сильный темп, да. То есть у охотника же самые такие темповые существа. Сразу с первого хода занимать. Если добавить еще карту разбойника и способность разбойника, чтобы контролировать стол. Мне кажется, это очень сильная может быть комбинация. Жрец плюс варлок на супер какие-то. То есть портрет жреца и способности варлока на супер-супер лейтовые игры какие-то. Да и маг плюс паладин, это понятно, что это уже сразу. Меня спросили вконтакте, паладин плюс маг это имба. Ну, и да, и нет. Да, наверное, потому что как бы у паладина и у мага есть очень большое количество сильных карт. Очень сильных. Но с другой стороны, вы же должны понимать, что если вам дают сильную карту паладина, то вы не возьмете сильную карту мага. И то есть тут тоже такое, как оно будет. Но синергии, например, между этими классами я вообще не могу представить. Вот я могу представить синергию между воином, партлетом воина и способностью мага, да. То есть стрелять можно, плюс какие-то там, не знаю, эти экзекуты накладывать, да, сразу же. Это, я считаю, неплохо все. И по своим там существам можно наносить урон. Это тоже все здорово. То есть здесь энергии я прослеживаю. Паладина и маг с энергией я не вижу. Рог плюс маг, да. Как бы маг может играть в темп, рога обожает темп. Возможно маг плюс рог. То есть здесь можно много комбинаций найти, но вот именно паладин плюс маг и вообще никакой прям вот сильно потенциальной хорошей колоды я не представляю. Единственное, что опять же, что просто будут сами по себе карты очень крутые. Но очень крутые карты. Можно сказать, что друид имба, потому что у него есть десятка, и он может, в принципе, со всеми играть. Какой-нибудь десятка плюс варлок. Да, с его каким-то, не знаю, спамом. В общем-то, варлок на самом деле тяжело варлок придумать очень прям хорошего с кем-то, но единственное, что с жрецом, потому что варлок тоже такой слегка обособленный класс, и его демоны ни к чему. Я сказал уже с магом шаман, потому что элементали... Кто еще шаман неплох? Ну, с паладином, потому что у них очень похожий стиль игры. Кто еще? Кто еще? Кто еще? Кто еще? Может быть, может быть с охотником, потому что очень такое резкое занятие стола, а шаман очень любит поддерживать стол. Вот. Какие еще интересные такие комбинации можно придумать? Жрец плюс. Жрец плюс друид, чисто из-за нового роста. Я считаю, что жрец с буйным ростом это вообще неимоверный имба. Да, то есть класс, который прям такой супертяжелый, супердолгий и с буйным ростом, конечно. Ну, то есть жрец с буйным ростом лучше, чем друид с буйным ростом. Я вот тима. Может, там воин, да? Из-за того, что оружие много плюс какой-то... Ну, тот же паладин, на самом деле. Да, то есть такие два крепких парня и... Почему бы нет? На вызывание. На много... Ну, кстати, да, паладин плюс воин это очень интересная штука, потому что ты всегда хочешь много оружия на арене. Ну, как много? Ну, хотя бы штук пять, а тебе в последнее время воину ну, очень тяжело собрать пять штук. Мы сегодня будем... Постараемся за воина поиграть на арене, соответственно. Еще раз в этом убедимся, что с оружием-то беда, а когда тебе еще дают другой класс, с которого довольно много оружия, то может быть очень-очень здорово. Не, ну я уже сказал, что в воину еще хорошо маг подойдет, потому что магические способности очень хорошо сочетаются с энергией войны, нанесения урона. По своим, либо по врагам, условно, единицы. Вот. Кто у нас еще есть? Ну, в общем-то, уже еще трудно что-то придумать. Сразу ничего в голову не приходит. Ну, в общем-то, все изменения патча. Какие-то, может быть, еще моменты. Ну, там, конечно, будет потасовка определенная, но это нас не очень сильно беспокоит. Еще будет интересный момент, что герои будут видоизменены в процессе вот этой вот хэллоуинского ивента. Валира-котик, что очень важно, конечно. Я показывать не буду, потому что, ну, вы сами увидите, это не настолько все важно. Вот. Все будут иначе озвучены, само собой. Что, с выбором эффекта? Еще раз. Ты выбираешь сначала героя на арене, а потом ты выбираешь ему способность. Я не понял, о чем ты спрашиваешь. Если ты об этом спрашиваешь, то вот так вот. Ну, в общем, да, я все сказал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok